Добро пожаловать на наш канал! И вармодули, и особенно порадуются те, кто ждал большой войны. Ведь ведут клаймы в нулях, и конфликты, что мы наблюдали последнее время, взорвутся с килотонной мощностью. Также самый важный багфикс связан с работой варп-подавителя. Теперь, если вы не успели уйти в варп-прыжок, а на вас накинули дисс, ваш прыжок будет остановлен. Грядут кемпы на гайках и подорожание с конрес-рик. Будьте осторожны, ссылочка, как всегда, будет в описании. Уже давно, а точнее 2 сентября, было исправление, после которого все еще багуется овервью, и не всегда правильно отображается положение корабля в космосе. Это ожидаемо приводит к потере кораблей капсулерами, и особенно часто в PvP. Мы заметили, как посты на Reddit с жалобами, так и сами попадали в не самые приятные ситуации. Но уже есть первые сообщения о компенсациях кораблей. Будем надеяться, баг скоро пофиксят. Переходим к новостям экономики. После пятидневного застоя на отметке 95 тысяч исков за Плекс, как по волшебству, за три дня до конца первой месячной подписки цена Плекса взлетела вдвое, а к выходу нашего ролика, скорее всего, может и утроиться. И по-прежнему дорожают C-Type модули, самые часто используемые риги и датакоры. Игроки все больше и больше ввязываются в конфликты и теряют корабли. А с приходом Т-7 цены могут улететь за все мыслимые пределы. Поздравляем всех, кто неустанно скупал Плекса и вкладывался в синие модули. А теперь наша любимая капсулята — политика и конфликты. Пока на юге продолжают разгораться конфликты, мы заметили массовые атаки самых разных пиратских корпораций и одиночек на северные регионы, где преобладают игроки из Азии. Видимо, пока юг воевал, север наращивал мощь, и теперь там летает множество сочных целей. Надеемся, что вслед за пиратами на юг подтянутся и другие крупные корпорации и альянсы в войне за ресурсы и территории, а север покажет себя во всей мощи. Неоднократно в сети мы встречаем недопонимание пилотов. Зачем другие игроки убивают базы? Ведь чем ниже уровень базы, тем меньше будет уровень появившейся аномалии инквизиторов или скаута. А мертвая бездна так вообще появляется только рядом с базами шестого уровня или выше. Объясняем. Сильные стороны охраняют свои базы и не дают их уничтожать. Таким образом, у тех, кто прогоняет со своей территории незваных гостей, всегда есть под рукой база высокого уровня и шанс заспавнить Dead Space. А те, кто хочет навредить и не дать этому произойти, или просто в погоне за легкими деньгами, те и убивают базы. Так что, если вы хотите фармить топовые аномалии, придется объединиться и защищать свои охотничьи угодья. Успехов на охоте! Хотите, чтобы наши новости стали еще информативнее и интереснее? Тогда становитесь нашими корреспондентами и будем искать их вместе. Мы ПВЕ-новостная корпорация, и наша цель – освещать как можно больше интересных и важных событий в игре. Ссылка на наш Дискорд будет под роликом. Также хотим сообщить главам корпораций и альянсов о возможности разместить вашу рекламу у нас в выпуске. Пусть капсуляты находят друг друга и будут счастливы! Досмотрел до конца? Лайк тебе и подписка нам! Спасибо, что смотрите нас! Не забудьте рассказать друзьям об этом выпуске. И до новых новостей! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok